Куда и как жаловаться на банк, если вас обманывают и нарушают ваши права? Когда банк оказывает услуги клиентам, он нередко допускает нарушения. Начисление штрафных санкций, лишних процентов, навязывание услуг, искажение сведений о процентных ставках – все это нарушает права людей. Куда жаловаться гражданину за нарушения со стороны банков МФО? Всем здравствуйте, меня зовут Роман Родин, я руководитель федеральной юридической группы «Дело Время». Мы уже более 9 лет законно избавляем граждан РФ от долгов. Сегодня поговорим о том, что делать, если банк нарушает ваши права. Подпишитесь на наш канал, здесь каждую неделю выходит полезное видео. И обязательно ставьте лайк, и давайте начнем. Какие нарушения чаще всего допускают кредиторы? Неправильно рассчитывают проценты, штрафы, меняют условия договора в одностороннем порядке. Нарушают правила взыскания долга, постоянно звонят, в том числе и в ночное время, или рано утром давят на должника, угрожают. Банк отказывается исправлять технические ошибки, которые вызваны работой программного обеспечивания и компьютера. Друзья, а как было в вашей ситуации? Как банк нарушил ваши права? Пробовали ли вы куда-то жаловаться на него? Поделитесь, пожалуйста, внизу в комментариях. Известные банки и МФО стараются следить за своей репутацией. Они идут на контакт, исправляют нарушения, стараются не допускать новых. Проблемы чаще всего, знаете ли, возникают с организациями, которые находятся не на вершинах рейтингов. Но исключения есть везде. Итак, куда же жаловаться? Самое первое и очевидное – это центральный офис кредитора. Жалобы на действия сотрудников местного отделения можно подать центральному руководству. Чаще всего по отношению к нарушителям принимаются меры воздействия. Например, дисциплинарная ответственность. Часто бывает, что сотрудники банка отказываются принимать заявление. В таком случае можно сразу позвонить на горячую линию и оставить обращение. Обычно проблема решается максимально быстро. Далее, АРБ – Ассоциация российских банков. Ассоциация не может привлекать кредиторов к ответственности, но оказывает помощь в урегулировании конфликтов. Чтобы подать жалобу, нужно зайти на их сайт, перейти в раздел «Про деньги», далее «Жалоба», после «Заполнить контакты» и «Изложить суть конфликта». Представитель свяжется с вами и предложит варианты дальнейшей действий. Центральный банк. ЦБ может помочь вам, если кредитор отказывает в предоставлении услуг или навязывает доп.услуги. Обратиться можно как по почте, так и через официальный сайт. Центробанк рассматривает жалобы как на банки, так и на МФО, страховые компании и кредитные кооперативы. А в каких банках лучше не брать кредит? В 2024 году топ-6 банков для должников и других заемщиков смотрите на моем видео. Ссылка вот здесь на экране. Роспотребнадзор. Сюда можно подать жалобу, если банк предоставляет ложную информацию, необоснованную, или отказывает в выдаче кредита, оформлении иной услуги в одностороннем порядке, меняет условия. Обратиться можно по почте или онлайн. В любом случае нужно указывать реквизиты, оставить свои контактные данные, приложить необходимые документы. Теперь ФАС. Антимонопольная служба рассмотрит обращение, если вы обнаружили недостоверность рекламных объявлений банка, или если компания навязывает страховку или какой-то иной продукт. Прокуратура. Прокуратура рассматривает заявление, если в действиях сотрудника банка есть признаки мошеннических действий. Еще одно основание, если полиция или другая структура отказала в решении проблемы. Прокуратура может снова направить дело на рассмотрение в компетентную организацию. Но уже под своим контролем, естественно. Полиция рассматривает заявление, если в действиях сотрудников есть признаки административных правонарушений и уголовных преступлений. Например, когда менеджер предлагает подписать подложенные бумаги или подделывает подпись. ФССП. Служба судебных приставов контролирует работу всех служб взыскания. От коллекторских структур до внутренних отделов банков и МФО. Все нарушения законодательства в этой части могут повлечь серьезную ответственность взыскателя. Друзья, если делать общий вывод, то важно отметить, вы вправе обращаться в несколько органов сразу с одной жалобой. Но чаще всего в случае выбора неверной структуры документы будут переданы под ведомственности. Это не приведет к отказу, но затянет процедуру. Поэтому, если вы хотите, чтобы вашу жалобу как можно скорее рассмотрели, выбирайте правильную структуру. Друзья, если вы хотите законно избавиться от долгов, вы хотите бесплатную консультацию, напишите мне в WhatsApp или Telegram внизу по ссылке под этим видео. На этом у меня все. Ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok